Приветствую вас. По моим ощущениям, вы растворяетесь, пытаетесь растворяться в другом человеке, пытаясь раствориться в нем, что, собственно, обслабливает вашу зависимость от него, от мужчины, ну, от вашего парня. И, связано это с несколькими факторами, в частности, один из первых факторов, это то, что вы себя отцениваете, вы себя что-то принесаете сами по себе, вы не чувствуете свои ценности, не чувствуете своей важности. Вопрос, конечно, такой, довольно серьезный. А почему? Почему вы не чувствуете свои важности? Почему вы не чувствуете своей значимости, с чем это связано? Это важный вопрос. Мне кажется. Было ли так всегда? Происходит ли так всегда? Или, ну, какое-то время этого не было? Или этого не было? Никогда не было. И вот получилось, получилось сейчас такое. Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут довольно важный момент, как мне кажется. Важный момент, а-а-а-а, связанный с тем, как у вас это получается, как у вас это получается, как у вас это получается. В такое состояние попадать. Это первое, пожалуй. На что нужно обратить внимание. Ну, а второе-второе, но больше, больше уже, наверное, про то... про то, как из этого выйти, про то, как поменять этот момент, эту историю. И тут, мне кажется, путь к этому лежит через развитие в себе интереса к собственной жизни, к своим чувствам, к своим желаниям, которые у вас имеют. Ну, как бы, имеется по факту, а не так, как вы их увидите, например. То есть, ну, есть определенная разница между тем, как вы видите свое желание, и тем, как есть разница между этим. И мне кажется, что на это вам нужно обратить свое внимание в первую очередь. Потому что, когда вы, например, злитесь, когда вы плачете, то, мне кажется, что вы говорите про то, что, ну, есть ощущение, да, что вас, например, не любят. Есть ощущение, что вы сниваетесь в том, что вас ценят, вы сниваетесь в том, что вы сниваетесь. И возможно, 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 только лишь повторюсь, что позиция здесь как раз в том заключается, что другого у вас ничего нет. У вас есть только мужчин, глобально у вас есть только мужчин. А мне кажется, как раз в том, что вы говорите, shooting. Ну, мне кажется, что вы exponенишься в том, что вы изYU Ap. У вас есть вы Neden? что у вас есть свои предпочтения, у вас есть свои приоритеты, у вас есть вы сам. И прислушиваться к себе, давая такую вот, может быть, ну, в какой-то степени давая волю себе, разрешая себе быть собой, вы могли бы в принципе стать независимыми от человека, вы могли бы быть более ценностными для себя, и тогда вас не так сильно бы задевало то, что он говорит, то, что он, например, делает и так далее. Но это вопрос исключительно вашим желаниям. То есть если желание поменять подобное у вас есть, если желание изменить подобное у вас есть, помочь вам в этом можно и нужно. Но если вы хотите поменять человека, в частности вот другого человека, то тут, конечно, вы раскуйте, так и не выйти из округа своих призывов. Вы пишете о том, значит, что у меня вопрос, парень не обращает внимания, не пишет, не звонит, не говорит, что любит меня, говорит, что добавит, не говорит, что у него много работы, я его люблю. Затем мы ссоримся, я плачу и злюсь. Улыбочка. Почему? Почему что? Почему вы плачете и злитесь? Если вопрос в этом, то ответ довольно-таки прост, потому что слишком сильно от него зависит. На мой взгляд здесь все достаточно очень сильно. Слишком сильная зависимость ваша от него приводит к тому, что на вас это очень сильно влияет, влияет на ваши эмоциональные состояния, влияет на то, как вы себя чувствуете, на то, как вы себя ощущаете, на то, как вы воспринимаете себя и так далее. Отсюда вы плачете и злитесь, как вы говорите. Другой вопрос, другой вопрос, что обиды, они ведь возникают по, как мне кажется, разным причинам. И важно, ваши собственные обиды вам для себя понять, увидеть, как появляются мои обиды, как получаются мои обиды. Мне кажется, это довольно-таки важный момент, на который вам нужно дать себе ответ. И ответ на этот вопрос позволит вам увидеть дальнейшую перспективу. Какой бы она ни была, эта перспектива. Вот, наверное, такой ответ я хотел бы вам дать со своей позиции, со своей точки зрения, с точки зрения своего опыта, с точки зрения психотерапии и психологии, а также с точки зрения своего подхода, своего опыта, который у меня есть. В этом, по-моему, все. Я думаю, на этом можно закончить. А мой ответ, вот, в принципе, то, что хотел я сказать, пока что я вам сказал. Вот, я надеюсь, что это было вам интересно и полезно. Вот, я надеюсь на то, что вы дадите обратную связь. В ответ на мой ответ, я надеюсь, что вам это позволит начать работу над собой. Ну, если вы, если вы в ней заинтересованы, конечно, не просто, не просто любопытство ради, например, интересуетесь там, то есть, если просто любопытство ради, то вам не поможет моя ответ, потому что все равно нужен процесс. Все это хорошо достаточно работают в процессе. То есть, вот, ну, терапия хорошо работают в процессе и довольно-таки слабо работают в таком достаточно отстраненном стерильном режиме, когда, собственно, идет только такой вот ответ, вот такая обратная связь, тут только в одностороннем порядке, потому что многие вещи указывают из внимания, от внимания, точнее, многие вещи указывают. Вот, поэтому смотрите. Я думаю, вам хочется, чтобы вас ценили, я думаю, вам хочется, чтобы вас любили, я думаю, что вам хочется иметь хорошие, здоровые отношения. И, да, этого, этого можно, можно достичь, этого можно и нужно достичь. Вопрос только в том, хотите ли вы, готовы ли вы сейчас к этому, например, или нет. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что у вас все получится. Надеюсь, у вас все образуется. Надеюсь, что в итоге все ваши трудности решать, решать, и вы будете счастливы.